Уникальная акция для жителей СНГ. Месяц подписки на UFC Fight Pass всего за 1 доллар. Впереди крутейшие турниры, поэтому не упусти этот шанс. Для России также доступна годовая подписка по сниженной цене. Подробности в описании. Сегодня у нас весогонка, так что тренировка будет достаточно лёгкой. Мы просто немного поработаем на точность ударов, и на этом всё. Ничего больше. Я стараюсь советовать всем девушкам заниматься единоборствами, потому что особенно в Мексике, да и, наверное, вообще по всему миру, женщины часто становятся объектами преступлений. Он умел за себя постоять, и единоборства помогают не только в физическом и техническом плане, но также укрепляют тебя ментально. Это также помогает тебе держаться подальше от вещей, которые вредят твоему здоровью, от мест, в которых ты можешь пострадать. И я бы очень хотела, чтобы каждая женщина на планете умела постоять за себя и была сильна телом, духом и разумом. Чёрт бы меня побрал! Здорово! С возвращением в игру, чёрт возьми! Погнали! Давай, мужик! Это честь. Для меня это честь. Ценю это. Как ты, Дэвид? Американское величие. Он хочет проверить твою стойкость, мужик. Хочет проверить, на что ты способен. Но знаешь, что его ждёт? Он поймёт, что там, где он выдыхается, ты только начинаешь. Там, где его путь заканчивается, ты только начинаешь. Прекрасно. Эй, ребят! Эй, покажи свою пародию на Дэвида. Покажи пародию. Давай, мужик, покажи это дерьмо. Эй, знаете, почему я бегаю? Потому что именно здесь я проливаю свои слёзы. И никто не помешает мне делать это. Я не хочу слышать ваше нытьё. Просто делайте свою работу. У меня у самого мурашки пошли, чёрт возьми. Хорошо. Хорошо сделал. Хорошо. В общем, мы с Джоном общаемся уже несколько лет. И знаете, сейчас он три года не бился. И ему нужен этот заряд. Вообще, Джон, он очень хорошо абстрагируется и выбрасывает всё лишнее из головы. И находит правильный момент. Представьте, вы в октагоне, и с обеих сторон обрывы. Единственный выход только через эту дверь. Это настоящий гладиаторский спорт. Два бойца, и когда что-то идёт не так, ты хорошо пропускаешь. У тебя в голове далеко не радужные мысли. Это мысли безысходности. Уходи, вали, беги. Но ты должен продолжать биться. Абонир. 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 Приветствуем вас на официальном взвешивании UFC 285. Джонс против Гана. И мы начнем с девушки, которой предстоит первый бой за титул в UFC, шестой номер наилегчайшего дивизиона, мексиканка Алекса Грассо. 56,470 официальный вес Алекса Грассо. Далее на весах ее оппонентка, которой предстоит восьмая, защита титула чемпионка наилегчайшего дивизиона Валентина Пуля Шевченко. 56,470. Вес Валентины Шевченко. Титульный коммейн-ивент официально в силе. Итак, следующий боец на весах, один из людей, вокруг которых был построен этот карт, бывший временный чемпион и теперь главный претендент тяжелого дивизиона, Сирил Ганн. 12,260 официальный вес Сирила Ганна. Я заряжен. Я еще вчера был заряжен после пресс-конференции и, как всегда, готов, уверен в себе. Вот и все. Вот и все. Это сумасшествие. У нас было много пресс-конференций в Лас-Вегасе, но я не помню, когда еще была такая энергия, когда боец выходил на сцену. Разве что Конор Макгрегор. Ничто не сравнится с титульным поединком в тяжелом дивизионе. Это самый престижный приз в единоборствах и сейчас, величайший всех времен, бьется за этот приз. Думаю, это лучший титульный бой в тяжелом дивизионе, который можно было сделать. Еще одна ночь. Погнали! Итак, следующий боец на весах, человек, вокруг которого был построен этот карт, бывший чемпион полутяжелого дивизиона, который дебютирует в тяжелом весе, Джон Боунс Джонс. 112,500 официальный вес Джона Джонса. Таким образом, титульный поединок в тяжелом дивизионе в силе. Официальное взвешивание прошло гладко. Я хотел показать такой же вес, как Сирил, но, видимо, выпил слишком много воды. Здорово биться с парнем, который таких же габаритов, как я. Хоть я и вешу всего 112, по силе я чувствую себя килограмм под 130. Сейчас у нас будет большой пир с друзьями, с семьей, и это здорово. Прочь из моей тарелки. Лично мне было странно проводить тренировочный лагерь и вообще не гонять вес. У тебя не такая классная форма, потому что ты не сушишься, а наоборот набираешь. Это делает тебя чуть более ленивым, что ли? Да, ты больше ленишься, потому что тебе не нужно делать дополнительную работу. Они оба сказали, что поднимаясь в весе, они стали более ленивыми, потому что им не нужно было гонять вес. Но у меня другой подход. Моя цель была набрать вес и работать усерднее, чем когда-либо. И мне не терпится показать людям, что я полноценный тяжеловес, и моя выносливость ни капли не хуже. Несмотря на то, что прошло три года, я занимался этим с 21. Сейчас мне 35, я был в этих ситуациях много-много лет. И, может, к удивлению, но я чувствую себя как дома. Конечно, я немного нервничаю, но это ожидаемо, мне не наплевать на то, чем я занимаюсь. Но я спокоен, умиротворен, как гладиатор, который возвращается на арену. Я чувствую себя очень комфортно, как дома. Я чувствую себя очень комфортно, как дома. Останчивается флай моментом, снижается флай-вием, во временно молодежи. И учусь, милая флай-вием, флай-вием, wow-eighth, Маленькая флай-вейем для мира. И Валентина Булут Шевченко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok UFC light heavyweight champion, the return of the GOAT, Johnny Bones Jones. Official weight 248 for Mr. Jones. . 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